В индустриальном районном суде Хабаровска начался процесс над 35-летним жителем города, который заживо сжёг свою приятельницу. О преступлении ничего не было известно на протяжении трёх месяцев. В январе прошлого года подозреваемый в убийстве сам пришёл в полицию и написал явку с повинной. Следователям удалось выяснить, что такая женщина действительно исчезла, но в правоохранительные органы её родственники обращаться не стали. Потому что примерным образом жизни хабаровчанка не отличалась, часто выпивала и подолгу могла не появляться дома. Задержанный в подробностях рассказал, почему разделался со своей жертвой. Старые знакомые выпивали в овраге на окраине индустриального посёлка. Женщина припомнила своему другу старые обиды, потом оскорбила. В ответ фигурант ударил свою приятельницу, а когда она упала в овраг, испугался. Испугался о том, что последний сможет заявить на него в органы полиции, он будет привлечён к уголовной ответственности. При этом он ранее имел судимость и в отношении него в этот период времени рассматривал с уголом дела в суде. Ещё живую женщину злоумышленник забросал горючим мусором и поджёг. Убедившись, что жертва мертва, мужчина ушёл домой. Но потом в течение нескольких дней возвращался на место преступления. Проверить, не обнаружено ли тело. Мужчина успокоился лишь тогда, когда обезображенные останки оказались засыпаны новой порцией строительного мусора. Тело жертвы искали полгода, с января по июль 2013-го. Но найти его так и не удалось. Для этого пришлось перекопать всю свалку. Учитывая, что свалка имеет интенсивную загруженность, установить местное накажение там трупа не представилось возможным образом следствия. С места происшествия были изъяты, обнаружены части фрагмента обожжённой одежды потерпевшей. Мужчину обвиняют в совершении сразу трёх преступлений. Нанесение побоев, кражу сотового телефона потерпевшей и убийство с особой жестокостью. В прошлом мужчина был судим за кражу и причинение телесных повреждений. С места происшествия Евгения Куликова, Анастасия Кузьмина и Алексей Шабельников.